Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обнинск ТВ. Поговорим о событиях города и региона. В студии Дарья Человекова и Георгий Разуваев. Вот о чем мы расскажем сегодня. Медицинская помощь и поддержка женщин в регионе. Главная тема обсуждения на заседании правительства. Татьяна Волнистова. Жизнь привела меня к педагогику, за что я ее благодарю. В Обнинске состоялся традиционный семейный фестиваль по сдаче нормативов ГТО. Сегодня губернатор Владислав Шапша в режиме видеоконференции провел заседание регионального правительства. В его работе приняли участие главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, председатель законодательного собрания области Геннадий Новосельцев, члены регионального кабинета министров, областных и территориальных федеральных ведомств. Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования области Юлия Ковалева представила проект закона Калужской области об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области за 2022 год. Владислав Шапша отметил, что именно за счет осигнования территориального фонда ОМС финансируется деятельность лечебных учреждений по оказанию бесплатной медицинской помощи. И во многом от действий фонда зависит то, насколько рационально эффективно будут использоваться эти средства. По информации Юлии Ковалевой, доходы фонда исполнены в сумме 16 миллиардов рублей, что на 10% больше первоначально утвержденного плана. Из средств УМС оплачено 322 тысячи профилактических мероприятий на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Диспансеризацию прошли 160 тысяч человек. С целью увеличения доступности медицинской помощи населения на содержание фельдшерско-акушерских пунктов было направлено на 380 миллионов рублей. Медицинскую помощь на ФАПах получили 58 тысяч человек. Владислава Шапшу интересовала, как в текущей деятельности фонда отражена работа по реабилитации участников специальной военной операции. Министр здравоохранения области Константин Пахоменко сообщил, что в прошлом году Минздравом совместно с фондом была принята региональная программа по развитию медицинской реабилитации, финансирование которой составило более 161 миллиона рублей. Задача реабилитации участников специальной военной операции – это отдельная задача, которую мы должны перед собой ставить и никуда в сторону не откладывать. В числе рассмотренных вопросов на заседании правительства реализация в регионе национальной стратегии действия в интересах женщин. Многие областные программы содержат меры поддержки женщин. Они предназначены женщинам, воспитывающим детей, пробующим себя в бизнесе, реализующим социальные инициативы. Особое внимание уделяется защите жен и матерей участников СВО. Существенно расширен перечень мер государственной поддержки, направленных на снижение риска возникновения бедности при рождении ребенка. С 1 января 2023 года выплачивается ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка с единым подходом к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения возраста 17 лет включительно, которое объединило в себе ряд действующих мер соцподдержки. Женщины пожилого возраста являются основными получателями социальных услуг на дому – 80% от общего количества получателей. Содействие в посильной занятости, доступ к содержательному досугу и эти и другие мероприятия составляют программу активного долголетия, в том числе для пожилых женщин. Главным направлением деятельности женских организаций в 2022 году стала поддержка армии жителей Донбасса, включающая помощь участникам СВО, поддержку их семей, сбор гуманитарной помощи. Ни один женсовет не остался в стороне от сбора средств и посылок к солдатам, вязания носков и варежек, изготовления маскировочных сетей и блиндажных свечей. Владислав Шапша поблагодарил членов организации за активную позицию, поддержку работы областного правительства и волонтерского движения, за искреннее стремление помогать тем, кто находится рядом. Нет такой сферы деятельности в регионе, да и в стране в целом, где бы роль женщины не была бы очень важной в некоторых направлениях и ведущей. Указом президента Российской Федерации 2023 год объявлен годом педагога-наставника. Его миссия – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. И в первом наукограде образование занимает особую роль, ведь становление личности человека начинается именно в стенах школы. В рамках празднования этого события наши коллеги запускают рубрику, посвященную тем, на чьих плечах большая ответственность за подрастающее поколение. И первый сюжет посвящен человеку, который сегодня стоит у руля обнинской системы образования – Татьяне Волнистовой. 1994 год. Татьяна Волнистова закончила Обнинский институт атомной энергетики по специальности ядерные энергетические установки. Группа «Расчет реактора». На эту же специальность она поступила в аспирантуру физико-энергетического института. Обучаясь в аспирантуре, я занималась рентген-флюоресцентным анализом. Это инструментальные методы определения концентрации того или иного элемента в различных средах. Вопросами, которыми я занималась, это изучение концентрации тяжелых металлов в почвах города, в почвах Калужской области. Но тогда востребованность к 1996-му, к 1995-му году, востребованность в таких работах все меньше и меньше, не сходила, была все меньше и меньше и спадала на нет. В 1996 году после рождения дочери Татьяна Волнистова решила попробовать себя в образовании. Это произошло спонтанно. Замглава администрации в сфере образования рассказывает, что все началось с нескольких часов преподавания физики в частной школе. В педагогику меня, по сути, привела дочь, отмечает Татьяна Волнистова, вспоминая о том, как начинался ее путь в карьере учителя. А потом решила себя, ну так вот, если уже встала на эту тропу преподавательской деятельности, попробовала себя в первой школе. Школа имени Шацкого. Мы как раз переехали жить в эту вторую часть города. Школа была недалеко. И я устроилась сюда на работу. Правда, большое количество часов и классы другие большие. И здесь я преподавала и физику, и информатику. Два предмета. Потом были уроки, на которых я объединяла эти два предмета. Особенно, когда ядерная физика. Можно было успешно использовать визуализацию из тех программных продуктов, которые на тот момент вышли в пользование, делится воспоминаниями Татьяны Волнистова. Попробовав себя в первой школе, решила, что, по-моему, все получается, и нужно осваивать эту профессию. Поэтому оформила соискательство в Российской академии образования. Раньше она называлась Российской академией педагогических наук. Располагалась она в тот момент, когда я там работала, на Погодинской 8. То есть я работала в первой школе и параллельно выполняла определенную научную работу, но тут не за оплату, да, она как соискатель. В этой же сфере, в сфере преподавания физики. И профессия, которую я там получала, звучала так. Методика воспитания и обучения физике в общеобразовательной школе. Диссертация, которую в то время защитила Татьяна Волнистова, называлась так. Изучение ядерной физики в классах физико-математического профиля с применением информационных технологий. На практике данное уже применялось на уроках в первой школе. И это стало одной из методических разработок, которую другие учителя могли применять в своей трудовой деятельности. Быть педагогом нелегко. А почему? Сейчас можно говорить все, что угодно, да, как говорят. Большая нагрузка, бумажная волокита. Это все не то, чтобы мелочь, это все рутина. Надо в корень смотреть. А он, знаете, почему нелегкий? Потому что высокая мера ответственности. И дело даже не в ЕГЭ. Дело даже не в результатах, и дело даже не в том, приведешь ты ребенка к стабалам или не приведешь. Дело в том, что каждый твой шаг, каждое твое действие в образовательном учреждении, твой внешний вид, то, как ты себя ведешь, имеет большие отдаленные последствия. Дети все воспринимают. Они же, как губка, все впитывают. Впитывают не только знания, которые им передаешь, и умеют то, чему ты их научишь, чему они научатся. Твой тон, твой внешний вид тоже имеют значение. Это колоссальная ответственность, потому что ты один, но все, что ты за собой несешь, имеет последствия, рассказывает замглава администрации в сфере образования. Зачастую главная сила отечественного образования и в то же время его слабость заключается в консервативности. Это та сфера, в которой зачастую новаторство может столкнуться с незыблемыми устоявшимися правилами и традициями. Так какой должна быть система образования? Консервативной или готовой к изменениям? Татьяна Волнистова отмечает, что лучший вариант – это симбиоз консерватизма и новаторства. Жизнь отсекает всю ненужную шелуху. Да, она консервативна, но я сейчас смотрю по тому, какое происходит развитие. Даже по инфраструктурным решениям у наших учителей, может быть, это особенность учителей Наукограда. Консерватизм есть, но он здоровый. Здоровый консерватизм. И никто, даже педагоги, которые имеют уже колоссальный стаж, наши заслуженные учителя, которые принимают новации и принимают новые технологии, они не являются закостенелыми. То есть у них сохраняется такой здоровый консерватизм, они сохраняют здоровые классические подходы. В профессию приходят сегодня и молодые кадры, которые также нуждаются в поддержке и наставнике. Татьяну Волнистову можно по праву назвать наставником для молодых специалистов. Какой совет можно дать тем, кто начинает свои первые шаги в профессии сегодня? Я хотела бы им пожелать ничего не бояться. Быть уверенными в себе, твердо шагать. Понимаете, вот эта уверенность, которая заходит в класс, она придает им силы и заставляет детей, к которым они пришли, их услышать. Для молодого педагога это очень важно, потому что дети сразу будут пробовать на зуб. Любой класс, в который придут, это называется, кто на новенького. Это обычная история. Попытки сорвать дисциплину, похихикать, пощупать, увидеть, есть стержень или нет. Поэтому не надо ничего бояться. Татьяна Волнистова признается, что ни разу в жизни не пожалела о том, что решила связать свою жизнь сначала с педагогикой, а затем и с системой образования Наукограда в целом. Жизнь меня привела, за что я ее и благодарю. Делится замглавы администрации по образованию. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ В субботу в школе номер 17 прошел традиционный фестиваль по сдаче нормативов ГТО среди семейных команд. Это муниципальные этапы и преодолев его, победители отправятся на этап региональный. Отлично выступят там и следующий шаг всероссийский уровень. Участие приняли семь семей. Председатель спортивного комитета города Константин Олохов убежден, что число их будет расти. Здесь есть команды, которые участвуют в составе из трех человек. Это папа, мама и ребенок. А есть где еще и бабушка, либо дедушка, что очень замечательно. Поэтому все семьи, все участники получат призы от организаторов. Кстати, в этом году было принято решение об изменении части нормативов. Если раньше, допустим, градация была по 10 лет, то теперь она через 5 лет. Нормативы чуть некоторые выросли, чуть понизились. Допустим, прыжок в длину маленечко подрос. То есть, видимо, выполняя комплекс, мы стали лучше прыгать. Какие-то нормативы были чуть снижены, разбиты по категориям. И в каждой категории есть свой норматив на знак своего достоинства. Нижний порог для участников 8 лет. А верхнего, в общем-то, не существует, говорит Константин Олохов. Среди дисциплин, которые сдают участники фестиваля, подтягивания на высокой и низкой перекладинах, отжимания, прыжок в длину, наклоны с положения стоя, упражнения на пресс и, конечно, куда без эстафеты. Попробовать свои силы могла любая семья. Большинство участников – это люди, которые ведут довольно активную спортивную жизнь на профессиональном или любительском уровне. Младший сын, уже первую степень, уже первую ступень прошел, как бы, первую степень готова. А мы с удовольствием участвуем, но впервые. Да нам предложили, как бы, мы с удовольствием, мы просто даже не знали, что он проводится, именно фестиваль. Мы знали, что нормы ГТО дают, а вот фестиваль не знали, и вот с удовольствием пришли. Ну, вообще, к спорту на все сто положительно. Ну, вообще, лыжнями занимаемся, видами спорта, но любые гимнастические, всегда поддерживаем вся моя семья, как бы, мы только за спорт. И все свободное время, когда есть, выходные, мы, как бы, стараемся летом велосипед, зимой лыжи, вот, и бассейн. Ну, то есть, мы любители этого, мы свободное время, не жалеем на спорт. Надеть желтые галстуки решили, чтобы выделить свою команду. Семья Масловых полагала, что подобным образом и другие участники поступят. Пришли с установкой хотя бы какое-то из трех первых мест занять. Другие участники, семья Тумановых, тоже из тех, для кого спорт, норма жизни и кто всегда готов. Ну, я думаю, надо проводить чаще такие для поддержания и семейного духа спортивного, и для страны тоже хорошо. Мы спортивная семья, любим лыжи, коньки, горные лыжи, занимаемся активно спортом. Решили на ступень какую-то сдать. У нас каждую неделю проходит день физкультурника, это по выходным мы выходим или в лес на лыжах, или на прогулку. Здесь у нас папа был на перекладине, мы с младшим сыном были на джимане и на прессе. Среди семей есть и те, кто уже участвовал в прошлые годы. Впервые такой фестиваль провели в 2019-м. Одна из команд уже представляла Калужскую область и наш город на всероссийских соревнованиях. Проводить время в спорте или нет, выбирать здоровый образ жизни или какой-то иной, для участников субботнего семейного мероприятия, похоже, такой дилеммы нет. Они свой выбор в пользу спорта и здоровья сделали. Областные соревнования среди семейных команд пройдут в конце апреля, а всероссийские – летом. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе Обнинск Онлайн ВКонтакте, в Телеграм-канале, а также на Ютуб-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которая выходит по будням в 19 часов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова